Слава Украине! Привет всем от Полонского! Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильского премьера Натаньягу, министра обороны Ганса и, скажите мне, трех палестинских лидеров, точнее хамасовских лидеров так правильно ли сказать, потому что у палестинцев там есть несколько течений в данной ситуации газовский Хамас, газовадский, газовский, да трех лидеров Хамаса в Газе и, значит, тут уже Жозеф Боррель заявил, что он признает ордер, выданный Международным уголовным судом и в случае чего, значит, вот как израильские деятели, так и хамасовские будут, значит, арестованы знаете, я не хочу сейчас влезать в европейско-ближневосточные разборки вот не буду влезать, хотя у меня есть отрицательное мнение по этому поводу но вот мне хочется за другое заметить немножечко несколько раньше тот же самый Международный уголовный суд выдал ордер на арест международного преступника Путина за воровство украинских детей, это тяжелейшее преступление потом было еще два ордера, насколько мне известно, выписано Международным уголовным судом за военные преступления и за факты геноцида в Украине опять-таки на Путина и по детям там, по воровству детей на Путина и еще одну там деятельницу из его правительства Белова, по-моему, как-то так, не суть важна одна из путинских посипак вот, так меня гораздо больше интересует вот этот момент уголовного преследования международного преступника Путина его ареста и приведения к суду насколько далеко продвинулся Международный уголовный суд и вот работает ли он с международными партнерами, с другими то есть, ведь смотрите, юрисдикцию Международного уголовного суда признают в очень-очень многих странах мира от Армении и до Южной Африки, то есть вот просто везде практически везде так вот, как работает Международный уголовный суд в плане поимки и приведения на суд доставки на суд, силовой если надо международного уголовного преступника Путина а желательно все его шайки-лейки потому что, ну, честное слово Газа, Хамас, Израиль это тоже, конечно, очень важно я ничего тут не спорю но, поймите правильно, есть, как говорится, приоритеты и рыба гниет всегда с головы ну, в данной ситуации голова изначально была гнилая потому что это голова Путина вот, и надо бы подумать чтобы арестовать прежде всего его кстати, посмотрите он даже, он даже он такой шакал трусливый, да который допросит от меня шакалы кстати, далеко не трусливое животное я имел с ними когда-то дело так вот, он даже побоялся ехать к этому иранскому упырю на похороны вот так вот знает что-то, боится а? Продолжение следует...